Русскую ленточку можно сложить вот таким образом, тоже мы вот здесь ее вот так вот закалываем и вешаем на груди. Ее можно сложить более как бантиком, вот таким образом, тоже ее закалываем и складываем. И можно, собственно, если ленточка более длинная, связать ее бантиком, уже прям завязать. К сожалению, сейчас маленькая не смогу показать, сделать, но когда она чуть-чуть длиннее, то мы ее сделаем как бантик, обычно завязываем и также прикрепляем ее на груди. Самарцы с радостью прикалывают на грудь георгиевскую ленточку. Всероссийская акция стартовала сегодня в каждом городе. Цвета огня и дыма напоминают о подвиге, который совершили герои Великой Отечественной войны. Конечно, нужно поддерживать память о героях. И, конечно, я надену эту ленточку и пойду на парад. И дома, скорее всего, ее подешиваю, оставлю где-нибудь на видео вместе. Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Самаре с 2005 года. И с тех пор носить символ победы стало традицией. В этом году волонтеры раздадут 75 тысяч черно-оранжевых лент. Раздавая таким образом каждый год эти ленточки, уже практически у половины жителей города эти ленточки имеются. И я надеюсь и уверен, и призываю всех жителей города прикрепить эту ленточку к своей одежде, к своему пиджаку, непосредственно ближе к сердцу, как это и положено. Георгиевскую ленточку можно получить вплоть до 9 мая. Ежедневно во всех районах Самары волонтеры будут раздавать символ победы бесплатно. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.